Основой сырья, используемого для создания образов мифологии, философии, литературы и искусства, было наследие таинственных лесов – клёны, берёзы, дубы и коряги, плетущие свои узоры на Волжском побережье. В умелых руках мастера Бориса Зыкова это превращалось почти что в зримые образы со своим мимическим рисунком и различной амплитудой чувств. Сколько я себя помню, столько он этим занимался, что у меня не возникало каких-то вопросов, а почему именно дерево? Ну, потому что так сложилось, так у человека проявился интерес. Так случилось, что в галерею Константина Васильева работы Бориса Зыкова приехали за два дня до загадочного пожара в Храме Всех Религий Эльдара Ханова. Там выставка работ Зыкова появилась в конце осени прошлого года и, как говорят, стихийны. Борис Зыков не был знаком с Эльдаром Хановым. Творчество самобытного мастера заинтересовало смотрителю Храма Всех Религий Мансура Зинатова, который стал идейным вдохновителем проведения выставки в Старом Архчино. В галерее рассказывают, что выставка деревянных скульптур Зыкова была запланирована за несколько месяцев до злополучного пожара, когда были обнаружены следы и от воспламеняющейся жидкости, и тело смотрителя Храма Мансура Зинатова, который сначала вывез работы Зыкова из домашней коллекции скульптора, а потом, после того, как сообщил о том, что его выдворяют из храма, в галерею Васильева. В этой истории с поджогом точка не поставлена. Известно, что после смерти Эльдара Ханова храм стал объектом раздора между родственниками создателя и теми, кто решил стать в нем хозяином сейчас. В один из дней Мансур позвонил мне и сказал о том, что он готов привезти работы. Они привезли рано утром в субботу к открытию музея. Мы забрали работу. Все, на этом больше мы с Мансуром виделись. Я не знаю, что произошло там и как это произошло. Вообще, у меня лично внутренние ощущения есть, что их спасли. В последнее время работы Бориса Зыкова редко выставлялись. На память приходит экспозиция 1999 года и 2014 года. Временной водораздел обнаружил сложные проявления человеческой души, граничащиеся мистикой и необъяснимыми явлениями. Боги и демоны словно были предсказателями непростой судьбы творческого человека и того места, где были показаны. Двойственность восприятия мира, которая, в принципе, отцу была свойственна, то есть он шел в своем поиске этой жизненной истины, он шел к религии, к христианству, но все равно двойственность, это ощущение, она где-то у него оставалась, потому что был интерес все равно и к мифологии, и, может быть, каким-то и нестандартным практикам.